Друзья, всем привет! Сегодня у нас девятая часть. Продолжаю рассказывать рубрику Было-стало. Ну знаете, как бы уже вот эта рубрика Было-стало, она уже себя изжила. Дело в том, что у меня многих фотографий нет. Просто изначально планировалось показать несколько растений, именно тех, от которых есть детские фотографии. Вот. И те фотографии, которые я делала изначально, когда приобретала растения. Ну вот от многих вот этих растений у меня нет вообще совершенно фотографий. И некоторые растения я даже совершенно ни разу не фотографировала. И поэтому вот как бы эта рубрика, она уже получается, что не то, что хотела. Хотелось изначально. Ну раз решила вот рассказать просто о каждом своем растении, то придется это дело довершать до конца. Ну и так начнем. Это Адромискус ауберджин. Я привозила на продажу таких растений и от каждого оставляла себе, от каждого экземпляра оставляла себе растение. Вот. Такой Адромискус. Он пересажен недавно. Он еще перебаливает. Вот сегодня я просто про него, про них уже вот эти, про несколько вот этих растений я забыла. И они у меня не политы. Сегодня попробовала прям листики очень-очень вялые, прям очень вялые. И вот сейчас полила их и после этого начала снимать видео. Адромискусы вообще очень медленно растут, медленно растущие растения. Вот этому Адромискусу наверное уже не знаю сколько, но года четыре-пять наверное точно. То есть вот, если именно вот такие красные Адромискусы хотите в коллекцию, то чтобы дождаться такого вида должно пройти большое количество времени. Поэтому лучшим вариантом конечно является купить уже взрослое растение. Хотя вот и взрослое растение, оно не очень большое. Но просто я вот знаете себе выбрал вот этот маленький зачуханный забитый экземплярчик. У меня есть на продажу экземпляр, где листья у того Адромискуса крупнее, наверное в два-три раза. Ну вот решила я довольствоваться маленькими, потому что маленький размер меня устраивает. Так, что у нас дальше? Дальше у нас два дня назад пересаженная вот эта крестата. Это Эхиверия Агавоидес Ред крестата, крестатная форма. Этот горшок у меня недавно я поливала растение, вынимала ящик, может быть неделю где-то назад. Вон тот самый дальний ящик. И вот она у меня там в самом дальнем ящике завалилась и вообще лежала, можно сказать, на дне. Вся поделенела и у меня уже совесть замучила, я решила ее пересадить. Вот эти вот листики, они обожжены солнцем, но это ничего страшного. Ее очень, кстати, сильно подпалило солнце. Я когда-то, помню, снимала видео про крестатные Эхиверии. И вот, по-моему, я показывала вот эту розетку. Там она намного красней, но листья там обожжены, прям сильно видно. Надо, кстати, я просто хочу напомнить себе тоже это, пересмотреть то видео, посмотреть просто, каким было растение это в начале весны. Вот именно тогда, когда я только начала их приучать к солнцу, выставлять на улицу. Вот оно, конечно, не очень сильно подросло, потому что у него там горшочек вообще был прям очень маленький, земли там было мало насыпано. Ну вот сейчас я ей квартиру дала побольше и теперь она будет расти и здравствовать, я надеюсь. Ну вот пересадила пару дней назад, все с ней сейчас хорошо. Вот земелька уже у нее подсохла. Сейчас я вот все полила, но эту я не поливала, потому что я при посадке ее полила и где-то полью я ее теперь дней через пять. Ничего страшного, что земля сверху сухая, это так и должно быть. Внутри там еще, я думаю, ничего не просохло и корням для адаптации достаточно той влаги, которая у нее имеется. То есть свежепересаженные растения поливать часто нельзя. Пусть оно будет у вас вялое, пусть оно там будет поникшее, это не страшно. Самое главное, чтобы корни вы не залили, чтобы корни нормально развились и в новой емкости, в новом горшке уже старые корни дали новое ответвление, которыми они будут сосать влагу. Это адрамискус ауберджин. Ну тоже такой вот низкорослый адрамискус из под вида марианы. Такие вот пупырчатые бугорчатые у него листья. Тоже он сидит у меня сейчас в горшке пятерка. Тоже очень вялый, прям вот даже видно лист сморщенный вот этот, прям совсем завел. Мне вот сейчас полила. Через пару дней тургор восстановится. Частично причем восстановится, не из самого, не сразу, потому что он у меня очень засушен получился. Но это все не страшно. Самое главное, что корневая система в порядке и она не гнилая. Этот червячок телекодон бухгольца. Вот макушки у него нет. Это, по-моему, он у меня то ли упал, то ли что-то с ним стало, то ли может быть кошка, я уже не помню. В общем, он без макушки. Вот здесь видно побег у него оторван. Уже ранка затянулась. Эти телекодоны сейчас вот именно вот в этот период, в летний, их надо очень редко поливать, потому что они находятся в состоянии покоя. У них сейчас идет стагнация. Поливаю его очень редко, может быть раз в две недели, учитывая то, что он до этого был в маленькой емкости, сейчас сидит в маленькой емкости. Ну так, смочить корни, чтобы корни просто до конца не пересохли в период стагнации. И дожидаться он будет осени того периода, когда он примется, проснется и начнет расти. Тогда у него начнут расти вот эти шишечки, тогда он станет попышней, но все равно этот процесс очень долгий. Вообще, это очень медленное растение, но очень забавное, очень интересное. Вот эта чешуйка на листьях, на стволах, это редуцированные листья этого растения. То есть вот то, что у него пупырчатое все, это редуцированные листья. Вот именно они фотосинтезируют. Поэтому вот это растение очень интересное. Именно из-за этого еще. Вот такой интересный червячок. Так, и осталось у нас отсюда. Сейчас переменю место. Так, это у нас остался пахиверья Snow Queen. Вот эта пахиверья у меня была большая, причем было несколько розеток. Помню, я их выращивала из листа. Они выросли, может быть, за года полтора. И в прошлом году я продала их все и по нечаянности продала свою. Ну, просто покупатель написал, там цена как бы стояла. И в объявлении было указано, что продается такое-то растение, цена такая-то. И когда я продала последнюю из тех, которые планировались продаваться, я забыла снять это объявление. И покупатель написал. И что-то тут я не подумала, что его уже нет. И написала, что да, оно у меня есть. Когда начала собирать посылку, заказ был оплачен. Оказалось, что этого растения нет, и пришлось отдать свое. И вот я осталась без этого, без этой пахиверии. Но потом листик, уже листик как бы до этого дал детку. Поэтому у меня так надежда не до конца еще умерла. И вот этот листик дал детку двойную. И вот эта вот детка росла у меня в детском саду. Причем была вообще без лам стояла. И чтобы вот сдержать его рост, чтобы не тянулось, я вообще их практически не поливала. То есть они до такой степени были высушены, что они, наверное, после полива только воскресали две недели. А потом опять то же самое. Воскресли, влага распределилась, опять засохли листья. Ну и вот в этом году все-таки я решила больше его не мучить и дать ему такую небольшую 5-сантиметровую квартиру. Вот в какой он сейчас и сидит. Такой прикольненький он. У него пахиверия это. Клювики у него заостренные. Цвет у него, налет очень мощный. Вот он сейчас вообще не тронутый. Я его даже посадила, ну вот чуть-чуть на одном листике. А вот те листья прям у меня так удачно получилось посадить. Нет, вот похвалила, все, все равно вот стерт. Ну, все равно такая она практически не тронутая. Белесовая оттенка розоватого. Очень интересная. Будет она, конечно, больше. Это сейчас детка. Учитывая, как она мучилась целый год, она, естественно, была бы побольше к этому возрасту. Но вот хотя бы она сохранилась, хотя бы не вытянулась. И то хорошо. И вот сейчас такая сладкая парочка получилась. Одна побольше, другая поменьше. И вот теперь в зиму мы будем уходить вот именно в таком виде. Такого растения больше нет пока у меня. Это одно единственное. Мое, родное. Ну, вот так. Так, теперь пробегусь вот по этому. Лотком. В этом лотке у меня стоит 10 горшков, 5 из которых 5 сантиметров. Вот этот ряд. И 5 из которых 7 сантиметров. То есть вот именно этот размер в ширину влез. 7 и 5, 12 сантиметров. То есть 2 по 7 сюда уже не влезло. Ну, благодаря тому, что у этих горшков просто одинаковая высота, они очень даже хорошо сюда достали и вместились. Так, это у нас Граптопиталум Мендоза. Не помню даже, откуда он у меня взялся. По-моему, была детка из листа. Очень медленно растет. Вот это растение растет где-то месяцев 6-7. Или маленькую я вот такую головочку укореняла. Да, по-моему, была просто маленькая головка. Листья с него некоторые отвалились. Ну, вот. Дали они там еле-еле деток. Вообще он хорошо, конечно, из листа размножается. Но я просто не занималась. Вот не плясала над ним с бубном, чтобы укоренять каждый лист. Вот как он упал, как он сам принялся. А вот этот вот не принялся сам. Надо взять пинцет и засунуть его в землю. Ну, вот. Что еще сказать? Ну, вот на этой маленькой детке видно, что на улице кто-то его грыз. Это уже на улице произошло. Вот кто-то. Я, кстати, недавно видела саранчу на своей полке. Именно вот на этом окне сидела саранча там где-то на красулах. Я ее даже не сразу заметила. Вот. Она не сильно сопротивлялась. Я ее вынула. Ну, прибила, конечно, потому что это опасное существо для растений. И тут, как всегда, у меня оказалась рядом белка, которая с успехом ее сожрала. Не знаю. Вот, кстати, кошки очень любят. И мух любят жрать. Фу. И вот саранчу съела, и облизнулась, и не подавилась. Видимо, вкусно. Ну, ничего. Китайцы же едят всяких червяков. А котам и сам Бог велел. Так, это грабтопитал у Мендоза. Это вот та срубленная голова, которую мы с вами прилюдно переукореняли по хивере экзотика. Это вот тот ствол, который я оставляла. Вот даже здесь остался вот один лист. Я его все никак не оторву. Можно его сейчас оторвать, потому что уже пенек этот хорошо фотосинтезирует за счет вот этого дитя. Вот этот лист можно оторвать, и он впоследствии тоже даст детку. Он еще такой вполне здоровый, вполне жирный. Говорила, говорила. Оказывается, не нажала на паузу. Про что я рассказывала. Возвращаясь к тому, что я проговорила. Тут соседи просто громко разговаривали. Поставила на паузу и не убрала. И продолжала разговаривать. Ну, показалось мне, что я сняла с паузы. Оказалось, что не сняла. Ну вот. Вот эта поросль наросла где-то за полгода. 6-7 месяцев. По хивере экзотика. Такой вот кустик будет интересный. Прикольный. Лист, наверное, я все-таки вот этот оторву. Потому что он уже и свет загораживает вот этим маленьким деткам. Здесь я показывала, как лист сожгло солнце. Вот смотрите. Вот тут, где осталась надпись. Кэзот. Экзотику я подписывала. Вот здесь коричневый лист сожженный. Это сожгло солнце. Именно, походу, луч светил именно туда. И там ткани сгорели. А вот здесь вот часть уцелела. Возможно, просто была закрыта каким-то другим листочком. Солнце, конечно, жестко всегда полеет растения. Но не без этого. Не без этого. Потому что над каждым плясать... Ой. Над каждым плясать тоже нет времени. Это нужно просто на них не дышать. И только вот жить этими растениями. Когда ты забудешь. Когда ты упустишь. Ну и что? Ну, я знаете, раньше трусилась, конечно, над ними. Прям вот до безумия трусилась. Каждый листик чуть ли не оплакивала. А потом уже, когда все их становилось больше и больше. Когда уже становилось больше опыта. Ну, уже относишься так, знаете, как в поговорке. Не в обиду просто имени вот этому, который участвует в поговорке. Пропал Максим, да и фиг с ним. Ну, помер и помер этот суккулент. Ну, что теперь? Ну, не помереть же вместе с ним, правильно? Поэтому... Вот так вот. Философски я уже отношусь к этому. К потерям ко всем. К неудачам суккулентным. Неудачи во всем бывают. А учитывая то, что растения живые. Это не просто там... Вы слепили какую-то статуэтку и поставили пылинки с нее. Вытираете влажной тряпочкой. А это растение. Оно может заболеть. Оно может зачихать, закашлять. Его может сжечь солнце. Его может залить дождь. Его можете выперелить. Потому что вы думали, что оно когда-то полито, а оно оказалось не полито. То есть, наоборот, думали, что оно не полито, а оно оказалось полито. Или по каким-то причинам вы поливали его неделю назад или там две недели назад. А у него уже на тот момент начался процесс загнивания. И вы об этом не знали, потому что это было где-то глубоко в земле. А вы еще распалили, спровоцировали этим гниль еще больше. И потом он у вас еще через неделю приказал долго жить и сбросил листья. И вы себя вините и думаете, что вот это я недоглядела, это я перелила. На самом деле там процесс запущенный уже самим растением. И вы здесь совершенно ни при чем. Всякое бывает разное. Бывают и потери, бывают неудачи, но это все переживается. Это все потом восстанавливается. Но не восстанавливается, покупается новое и дальше сажается, если уж так дорого этот экземпляр. Вот так. Это хиверия пули Ленцаяна. Это все вот здесь посажены гавоидные хиверии. Все они такие зеленоватые. Сейчас они, солнце съело с них окрас. Прям они практически друг на друга похожи. На самом деле они очень различаются, когда будут перепады температур, когда будут светить на них лампы. У них появится, вот у этой появится красивый мощный налет. Она будет розоватого цвета. Прям замечательная будет. Знаете, у нее такое название интересное. Я подпишу это название, но даже не хочу его произносить, потому что я не знаю английский, и я не знаю, как сочетаются именно вот эти буквы. Вот, пожалуйста, друзья, кто знает, как произносится, кто учил в школе английский язык, пожалуйста, напишите мне в комментариях, как произносятся вот эти сочетания букв, которые написаны сейчас на экране. Как она называется вслух? Вот это эхиверия. Ну, это пули линцаяна. Я такую из Кореи привозила на продажу. О ней что можно сказать? Жирный такой, массивный пухляк. Вот сейчас она у меня была просто слишком высушена. Прям листья, что для нее даже не свойственно. Это, я не знаю, наверное, две недели не поливала на солнце, на палящем, учитывая то, что у нее сухой вот грунт. И она прям совсем съежилась, и листья у нее даже стали вялыми. Вот сейчас я ее отлила. Конечно, она наберет окрас свой. Окантовка листа вот здесь у нее будет темно-темно-коричневая вся. Форма у нее немножечко распрямится под лампами. Такая нажатая не будет, но все равно она будет очень интересная и забавная. Это вот эхиверия очень вот следующая. Это эхиверия Рейнстар. Она очень похожа на Граптопиталум, Филиферум, такой вот с волосяночками, либо на Граптаверию Сильверстар. У нее прям такие длинные-длинные усики, длинные носики, кончики. И вот, знаете, даже не сейчас, на тот момент, когда я ее купила, я даже сомневалась, что это эхиверия. Но потом по тегу посмотрела, да, это эхиверия. Очень много фотографий с такой эхиверией. Вот такая она. Ну, вот агавоиды, они все похожи. Прерывалась у нас здесь, отгружали мусор. Я даже уже забыла, про что я рассказывала. Ну, Рейнстар, по-моему, я рассказала про нее. Так, вот это дальше у нас вот эта эхиверия. Это эхиверия Агавоиды Свар Пролифера. Она будет на... При перепаде температур и под лампами, она будет такого буровато-коричневатого цвета. Красивый она будет. Цвет. Ну, вот все они цветом, конечно, отличаются друг от друга. Сейчас вот солнце их сравняло практически. Вот так, ну, смотришь таким неопытным взглядом и думаешь, ну, это прям... Ну, вот это еще как бы отличается от них немножечко, да, вот потому что белесый налет на ней есть. А все остальные прям как будто детки одной мамки. На самом деле это совершенно разные виды, они совершенно по-другому выглядят, когда у них будут другие условия. Так, это у нас... Вот она, варегатная пахиверия пахифоидес. Вот что-то с ней такое случилось, что она у меня, по-моему, разварегатилась. И это я заметила только сейчас, вот когда выставила сюда поближе этот лоток. Я к ней как бы особо не приглядывалась, но растет и растет. Вот, смотрите, нижние листья у нее варегатные. Макушка же у нее идет уже обычная. Ну, пусть пока она так и растет. Это вот, знаете, единственный вид, где варегатность уже такая, как говорится, устаканенная. Это, вот перевожу теперь свое выражение. Это говорит о том, что вот эта эхиверия от листа получается тоже варегатная детка. Вот, смотрите, вот детки. Это я сажала листья уже от этой эхиверии. И они варегатные. Вот, если от других варегатных вы не получите детку от листа, нужно только срубать голову, чтобы получить такое варегатное дитё, то здесь от листа очень даже просто и легко получаются вот такие дети. Сейчас все-таки выну, чтобы поближе ее вот сюда поставить и поближе снять. Вот, видите, дети, они вот беленькие, варегатные. И вот это дитё тоже варегатные, вот листики. Ну, вот такая она. Горшок 5 сантиметров. Вот такой вот веселый кустик. Для кого-то может быть не веселый, для кого-то может быть и веселый. Это опять зависит от того, к чему у вас больше предпочтения в выборе суккулентов. Так, что у нас еще тут осталось? Это вот тоже варегатная красула. Так, как бы тебя вынуть-то, чтобы вот этот горшок не упал. Это варегатная красовая клавата. Вот у неё очень хорошо заметна варегатность. Она выделяется ярким таким пятном. Листья, видите, вот особенно на свет, когда её снимаешь, когда смотришь на свет, листья прям горят огнем. Вот на камеру она сейчас, вот я смотрю на неё, на камеру она красная такая, ярко-ярко-красная, кровяная. Просто я глазами смотрю через камеру сверху. Вот эти полосы, они малиновые. Ну, на самом деле они малиновые. А здесь она прям красноватого оттенка. На самом деле она малинового оттенка. Ну, тоже такая интересная девочка. Вот сидела-сидела. Сейчас начала походу давать вот здесь вот из боковых пазух ответвления. Ну, она растёт намного медленнее, чем растёт. Вот я снимала, уже показывала красово-пурпурное-варегатное. Форма листа, она похожа на ту красовую. Но лист вот у этой гладкий, а у пурпурно-варегатной бархатистый. И лист, наверное, покрупнее, я так думаю. Но это всё-таки овата. Из-под вида оват. Кловата. Ну, это, конечно, не чистая овата. Это гибрид. Оваты растут на стволе. А это приобретает кустовую форму. Но всё равно яркая, нарядная такая звёздочка. Так, ничего бы нам не задеть. Ой, мамочка. Упал птенец ласточки. Ой, я прямо уж напугалась. Свалился и испугался меня. Не знаю, кто больше кого испугался. Упал вон там на тряпку. Тряпка. Это, притеняю я, корейские недавно привезённые растения, чтобы их не спалило солнце. Сейчас вот уже солнышко ушло. Нужно её убрать. Ой, боже мой. У меня, знаете, друзья, было такое. Я помню, сидела и спокойно себе пила кофе. И вот, конечно, настаёт всегда у ласточек, у любых птенцов момент, когда они начинают свой первый облёт. Вот сейчас видите, как ласточки активизировались и летают прям шустро-шустро. Это у них начинается первый облёт. То есть они вывелись и уже стали готовы к тому, что им нужно осваивать небо. И они походу... Вот кто-то сразу полетел из гнезда, а кто-то падает. И вот как вот этот сейчас упал, свалился. И он испугался меня, я его... И он быстренько улетел. Я думала, он даже упадёт. Хотела прерываться и бежать, спасать его от внизу ходящих котов. Но он полетел. А тот птенец, у меня есть фотография, упал. У меня тогда ещё было не очень много растений суккулентных. И вот несколько садиков там стояло за окном. И он упал как раз на мой суккулентный садик. Забрался, я это всё наблюдала, успела это всё снять. Там сделала, по-моему, три снимка сделала. И он сидел, забрался на седум Носбаумера, посидел на этом седуме и улетел потом. Но это было вообще... Это незабываемое. Я вот просто уже сейчас вот эта ситуация напомнила мне именно тот день. Вообще, конечно, в мире животных у меня здесь очень интересный. Однажды прилетал зимой на балкон финист ясный сокол. Ну, какой-то вот такой хищник из подряда орлиных-соколиных, но маленький. Может быть, пустялька. Такой у него классный клювик был, задратый, такой вот прям вниз ключочком. Такие глазки, бусинки. Такой классный он был вообще. Но сфоткать я его не успела, потому что у них до такой степени острое зрение, что он меня даже через шторку разглядел. Я пыталась не шевелиться, но у меня ничего не получилось. Ну, ладно. Так, что у нас осталось? Осталось у нас два горшка. Два горшка от вершка. Это вот эхиверия атоми. Это самая маленькая эхиверия в мире. То есть вот уже, смотрите, горшок 7 сантиметров. Это размер взрослой розетки. Взрослая розетка уже начала активно давать возле себя потомство, детей. Ну, может быть, она еще когда-нибудь, когда подрастет чуть побольше, она будет, ну, постарше будет. И где-то размер ее увеличится, может быть, максимум на сантиметр. Вот сейчас размер взрослой розетки где-то сантиметра, два, ну, два с половиной где-то. Ну, с детьми, может быть, четыре с половиной, даже пять не будет. Может быть, четыре. Надо было взять линейку и проверить ее размер. Ну, просто так. Ну, имейте в виду, что горшок здесь 7 сантиметров. Вот я покупала вот такую розетку месяцев, наверное, 7 или, может быть, 8 назад. Вернее, розетки там уже не было. Мне прислали ее без крупной розетки, хотя она была на фото. И там были просто вот такие мелкие-мелкие дети. А мамка в центре, ну, может быть, приказала долго жить, может быть, еще там что-то с ней случилось. В общем, мне пришла куча вот этих вот малышей, которые вокруг растут. Вот они были, я вам сейчас покажу, какие они были. Они были вот такие. Ой, что ж было остренькое взять. Так, вон, взяла бирку, вынула из земли. Они были вот такие мелкие. Все-все-все пупырки были без корней. Я их все поотрывала, все повтыкала. Вот она еще, это с тех времен. Вот смотрите, 7 месяцев она лежит, и она еще никак не укоренится. Какие-то взяли силу, взяли рост, приросли и начали жить. Корешки пустили, и все с ними стало хорошо. И вот даже самую крупную из всех этих детей, вот что самое интересное, самую крупную из всех этих детей я сажала в центр. То есть вот была самая крупная розеточка. Ну, может быть, покрупнее вот этой она была, но была самая крупная. А по бокам сажала помельче. Думаю, ну, ладно, крупная она сейчас начнет расти, в центре будет красиво. Вот эта вот розетка, ну, станет вот такой когда-нибудь, она будет в центре, а по бокам будут мелкие, будет симметрично и красиво. Но не тут-то было. Они решили распределить свой рост сами, и так, как им удобно, и так, как они посчитали нужным. То есть самые мелкие, видите, приросли и дали уже потомство. Отсюда я одну розетку продала. Вот, а самые мелкие, вот, самая крупная, вот до сих пор, она, ну, вроде принялась, а вроде вот, ну, просто сидит, спит. Вроде живая, подросла чуть-чуть. Конечно, она с того времени подросла прям раза, наверное, в три, в четыре. Но все равно, ну, вот тут медленно, но верно, тоже в начале вот эта начала разделяться розеточка. Вот такие две розетки, я или три розетки, не помню. Большие розетки, ну, как большие. Ну, может быть, вот такие, не знаю, может быть, чуть-чуть побольше. В этот раз придут из Кореи. Вот, это Эхиверия Атоми. Так, и у нас осталась на закуску Майя Королева. Майя Королева Рос. Это вот Эхиверия Лауленсис. Ну, про нее можно не говорить, на нее просто можно смотреть. Налет, цвет, форма листьев, форма розетки. В общем, здесь одни плюсы. Сидит она в горшке пятерка. Я ее специально сажала. Она была очень маленькой, очень дохлой. Где-то, наверное, с марта она у меня сидит. И вот с марта месяца она так резко пошла в рост, что выросла за лето в такую красоту неимоверную. Это одна из самых ярких моих розеток, одна из самых броских. Ну, вот, наверное, после по красоте. Ну, для кого как, я даже не знаю. Рассматривать каждую розетку, конечно, скажешь, что она лучше всех. Вот, если просто ее уже детально рассматривать. Ну, вот, для меня по красоте, наверное, на первом месте все-таки вот это будет. Трампет, пинки. Ну, а потом уже вот это. И купит красивое. И шевианы красивые. И вот это красивое. Вот там у нее грязь уже. Вчера снимала видео, все сдувало. Вот видите, что творится. Это за сутки. Вы представляете, что будет, если недели сюда не заглядывать. Вот это тоже очень яркое. Вот детка на стволе. Про нее потом расскажу. Про эту хеверию. Это хеверия. Редбол. Редбол. Красный мяч. Ну, вот. Так что, все красиво. Все они хорошие. Все они любимые. Все они красивые. Сегодня я их переменю местами. Вот эту палетку. Вот этот, вернее, поддон. Переменю местами. Чтобы они не тянулись. Тянулись, вернее, уже в другую сторону. Можно горшки поменять. Но я просто поменяю. Местами. Переверну поддон. Так проще. Ну, вот и все, друзья. Это была, не знаю уже какая, восьмая часть. Да, я уже запуталась. Восьмая часть. Впереди у нас еще с вами рассказ вот о том ящике. О том ящике. И вот об этом ящике. Можно, конечно, и про деток рассказать. Надо снять тряпку с корейцев. Вот так. Это делается для того, чтобы не сожгло их солнце. Смотрите, как преображается хиверия с апсисилис. Ой, пикокис апсисилис. Гибрид. Такой цвет невероятный. Налет. Ну, камера моя не снимает. И постараюсь ее снять вам на солнце. Обалденный получается цвет. Вообще вот нарастает компактная макушка. Листики начинают подниматься. Так что все это поправимо. Когда растения приходят вытянутые. Когда растения приходят не в том виде, в каком хотелось бы. Все это поправимо. Конечно, это время. Где-то большое время, где-то не очень большое. Но все это приходит в себя. И все это растет. И колосится. И красуется. И вообще. И цветет. И окрашивается. И нас с вами радует. Все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем здоровья и добра. Субтитры сделал DimaTorzok